На повестку дня 23-й сессии собрания депутатов было выдвинуто пять вопросов, основным из которых стал ход реализации на территории города постановления правительства Республики Дагестан о порядке предоставления жилья детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей. Начальник управления муниципальной собственностью Исмаил Дадаев выступил в качестве основного докладчика. В своем выступлении он первоначально отметил, что обеспечение жильем такой категории лиц осуществляется действующим законодательством России и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. Обеспечение указанных лиц жильем является одной из гарантий социальной поддержки государством в указанном категории лиц и приравненном к ним лицам. В соответствии со статьей 1 федерального закона 21 декабря 1996 года о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, и оставшихся без попечения родителей, указанным лицам относятся дети-сироты, лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственные родители, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей. Попечения отсутствуют, если родители отсутствуют, или лишение родительских прав, ограничены в родительских правах, уклоняются от воспитания детей, На примере статистики можно понаблюдать, как менялась ситуация с предоставлением жилья детям-сиротам, начиная с 2006 года и по настоящее время. С каждым годом заметна динамика к улучшению, говорит Исмаил Дадайв. В 2006 году жильем обеспечили двух сирот, в 2007 только одну. В 2008 ситуация стала меняться и благоустроенные квартиры получили четверо детей-сирот, как и в следующем 2009. В 2010 году было обеспечено 6 детей, в 2011 уже 20, в 2012 – 25, в 2013 – 24 и в 2014 – 21. Сколько детей-сирот мы сможем обеспечить жильем в 2015-2015 году, пока мы не знаем. Все зависит от своевременного финансирования. Мы предварительно делали прогноз на 2015 году и нам заявили, что денег намного меньше будет выделено, чем в прошлом году. Причина – все в том же злополучшем экономическом крестике, который проходит в нашей стране. Одной из основных причин несвоевременного обеспечения жильем этой категории граждан является проблема финансирования. В конце своего выступления Дадайв выразил надежду, что в ближайшее время правительством Российской Федерации, Республики Дагестан и муниципалитетам города вопрос обеспечения детей-сирот и лиц, приравненных к ним, будет снят с повестки остро обсуждаемых. Председатель постоянной комиссии по образованию, здравоохранению и социальным вопросам в собрании депутатов Марат Даибов продолжил обсуждение. Министерство финансов Республики Дагестан на основании сведений предоставляемых Министерством образования и науки Республики Дагестан при формировании республиканского бюджета Республики Дагестан на соответствующий финансовый год и плановый период предусматривает необходимые осигнования на финансирование расходов по обеспечению жилья, указанном в пункте 2 настоящего порядка. Администрация для приобретения жилья на первичных и вторичных рынках совместно с лицом по которому принято решение о выделении жилого помещения отсутствует подбор жилья. За счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан предоставляем виде субвенций. В соответствии с действующим законодательно приобретается жилье помещения не ниже установленных социальных нот, заключая договор о купли-продаже жилого помещения и отсутствует перечисление средств продавцу жилья после подписания. Дети, оставшиеся без попечения родителя, представляют собой самую слабо защищенную социальную группу населения, требующей поддержки со стороны государства в разных областях, отметила Светлана Черевханова, начальник отдела опеки и попечительства. Жилищный вопрос является острым для всех граждан, однако дети-сироты по достижению опекционного возраста, как никто другой, испытывают большие проблемы с получением квартир. Задача государства и нас с вами помочь им на разрешении данного вопроса. Чем конкретно занимается наш отдел опеки? Прежде всего, это выявление детей-сироты, детей-сироты в сопечении родителей и устройство их или в семью, или в соведении для детей-сироты в сопечении. Следующей выступила начальник отдела по учету и распределения жилья Гульханум Махмудова. Она рассказала о сегодняшней ситуации с очередью детей-сирот на жилье. В 2005 году была организована очередь сирот. В тот период интересов детей-сирот мы поставили общим числом 107 сирот на учет. В связи с чем у нас в последующие годы шли вот эти проблемы, связанные с сиротом, то есть неукомплектование учетного дела. На сегодняшний день такие сироты выявляются, которые не попали в этот список, и когда они приходят в отдел жилья для постановки на учет, они выявляются, соответственно, и в этих мы им помогаем стать на учет. В рамках второго вопроса был установлен порядок организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территорию города. Далее был объявлен проект устава муниципального образования в новой редакции, а также установлен порядок учета предложений граждан в проекте решения. Информацию по последнему вопросу об увековечивании памяти зачитал заместитель председателя собрания депутатов Мухажир Салахбеков. У нас 237 улиц города находятся безымянными, они номерные. Один, два, три, четыре, десять, пять. Вот решено вот эти номерные улицы, номерные улицы, название от 18 ноября 1932 года номер 39 о порядке обречения памяти лиц, имеющих удающихся достижения и ословий доступа. Переименованы будут около 20 улиц в поселке Южный и несколько в поселке Восточный. В завершение собрания глава администрации Арсан Арсланов объявил о предстоящих в городе мероприятиях, а также о выходных днях. Для всех государственных и муниципальных служащих дни с 1 по 5 и с 9 по 11 мая объявлены нерабочими.